Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня подробнее говорим о том, как пройдет музыкальный фестиваль «Подбелка-2014». У нас в гостях исполнительный продюсер этого проекта Дмитрий Гавердовский. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый. В этом году мероприятие будет отличаться, но насколько сильно от предыдущих лет? Отчасти правильно. В целом концепт мероприятия в корне категорично меняться не будет. То есть это остается примерно то же самое событие, но, конечно же, с определенным количеством новых лиц, новых коллективов, новых участников, многих из которых горожане увидят в принципе впервые. Добавилось еще некоторое количество интерактивных развлечений для жителей города, для гостей, для всех зрителей, которые посетят данное мероприятие. Во сколько будет начало и как это будет все проходить? И меня интересует еще, как и телезрители, наверное, градация площадок. Начало мероприятия у нас запланировано на 18.30, до 22.30 мы будем радовать всех присутствующих разнообразными и музыкальными, и другими выступлениями, творческими, конечно же. Площадки постарались разнести и разместить на территорию улицы Почтовой таким образом, чтобы действительно не было пересечений. Расстановка и распределение всех участников по площадкам тоже было сакцентировано на том, чтобы не было пересечений в плане звуковом, в плане и стилевом. Поэтому в этом году добавили одно из таких новых введений, это градация площадок по временным эпохам. У нас будет 70-е, 80-е, 90-е и закончим мы логично нулевыми. Финал мероприятия на главной сцене, он будет посвящен 2000-м. Самые яркие, самые интересные коллективы, конечно же, традиционно у нас, опять же, выступят на нашей центральной главной сцене, которая будет находиться традиционно за памятником Ленина. А какие отзывы, что люди говорят? Вы наверняка много с кем переписываетесь, общаетесь с жителями в первую очередь. Ну, нужно же понять, что нужно массе, в которую все это вливается. Мониторинг грандиозный на самом деле, и диалоги, дискуссии, общение, оно бесконечное. Сегодня в том числе мы общались и буквально закончили чуть ли не утром общение, по всем моментам собирали еще разнообразную актуальную информацию. Все сводится к достаточно понятным и банальным вещам, главное, чтобы было весело. Если саккумулировать всю информацию, которую мы получаем, главное, чтобы было весело. Есть интересные пожелания, интересные мысли, и, конечно же, мы к ним прислушаемся, потому что, в первую очередь, мероприятие, так как оно проходит в рамках Дня города, мы делаем для жителей города. И, соответственно, хотели бы, чтобы именно жителям города было интересно данное мероприятие, интересно было принимать в нем участие и наблюдать за ним. Что это дает музыкантам? Драйв, позитивные эмоции, хорошее настроение, это определенный опыт, потому что мероприятие все-таки массового масштаба, пусть это не, ну, предположим, какой-то стадион, формат выступления Битлз с огромными актуальциями. Постарше это отправят немножко к воспоминаниям, когда были парки, танцплощадки, это здорово. Естественно, конечно, это определенная ностальгия, в каком-то смысле, для тех, кто в те годы принимал на парковых мероприятиях участие. Но это достаточно хороший опыт, положительный опыт, потому что, допустим, по прогнозам на этот год, если в прошлом году было порядком 5000 человек, зрителей, которые, ну, не единовременно, а это проходящий контент через улицу Почтовую в этом году, Не знаем точно, и, наверное, никто не скажет сейчас однозначно, 100%, сколько будет зрителей, но предполагаем, с учетом всех мониторингов, с учетом всей информации, которая у нас имеется, что это будет порядком 10 тысяч человек, соответственно, ну, нужно представить количество людей, перед которыми придется выступить. Это опыт, это опыт и хороший опыт. А за дисциплины кто-то будет присматривать? Если мы говорим о дисциплине и о порядке на данной площадке в целом, то все службы предупреждены, со всеми согласованы, будет присутствовать как и полиция, так и медицинские работники. Если мы говорим о определенной цензуре, определенной дисциплине непосредственно по отношению к участникам мероприятия, то есть тем, кто заявлен, тем, кто будет выступать, то были включены предварительные фильтры, была предварительная подготовка, она была очень масштабной, соответственно, ну, есть определенные рамки. Я не хочу сказать, что мы загоняем музыкантов и участников мероприятия, потому что, почему говорю о участниках, потому что помимо музыкальных коллективов и индивидуальных творческих единиц, будет еще достаточно большое количество интересных участников, это и хендмейт, и в том числе это иногородние, допустим, к нам приезжают достаточно интересные ребята, они кочующие такие творческие личности, это москвичи, у них будет музыкальная лавка варганов, так называемая, то есть это интересные, удивительные порой даже музыкальные инструменты, которые будут представлены нашим зрителям, гостям мероприятия. Мы предварительно включали определенные фильтры, отсматривали, отбирали, разговаривали, предупреждали, общались со всеми участниками, поэтому я не думаю, что должно возникнуть каких-то некорректных, нецензурных ситуаций, связанных с дисциплиной по отношению к участникам. Интерактивная составляющая, это все-таки что? Одно дело какой-то конкурс на знание истории, но я думаю, здесь немножко другое, да, там больше на скорость, на динамику, на то, чтобы было весело. Ну, когда мы говорили о динамике, имелось в виду, что даже разнообразные партнерские площадки, которые будут представлены на улице почтов, в данном случае будет организовано немножечко по-иному, нежели в предыдущие разы, что подразумевается под динамикой, то, что будет очень много разных действий. Если это партнерская площадка, то это не будет просто баннер или что-то такое, это будет мастер-класс, это будет какая-то интересная, активная составляющая, игра, конкурс, предложенный для зрителей. В том числе и интерактивные развлечения, это будут некие необычные, не банальные, даже не столько состязательные моменты, сколько просто предложенные активности для гостей, в которых можно принять участие. Это какие-то, скажем так, воплощенные в жизнь, в больших масштабах игры из детства, из времен Советского Союза, в которые можно самому непосредственно поиграть. Напомню, что у нас будет несколько площадок, к этим площадкам они будут привязаны, соответственно. То есть, если мы говорим о каких-то ретро-играх, это там 70-е, 80-е, ну, в общем, будет достаточно большое количество сюрпризных вещей, не лопнуть шарик и побегать вокруг стульев, а какие-то такие необычные, интересные. Тем самым, соответственно, у нас добавляется еще больше динамики. Мы будем стараться вот именно вовлекать гостей мероприятия в действие, чтобы они были не просто сторонними наблюдателями, а чтобы они чувствовали свое какое-то участие, принадлежность к этому празднику. День города, да? Подарки-то будут для участников в первую очередь? Конечно. Хорошее настроение улыбки. Да нет, ну, естественно, что все активные гости будут отмечены. Помимо того, что будут такие персонализированные призы, которые можно будет конкретно получить за то или иное конкурсное задание, плюс будут разные конкурсы еще на сценах в том формате, в котором мы привыкли их видеть. То есть это какие-то интеллектуально-словесные состязания, плюс будут подарки за то, что гости принимают в каких-то вот таких конкретных, специально обозначенных площадках с интерактивными развлечениями, о которых мы говорим. За это тоже будут подарки. Ну, и можно будет попытать, вернее, не попытать, а понадеяться на фортуну, удачу и выиграть в итоге какие-то интересные эксклюзивные подарки, которые будут разыгрываться на главной сцене, естественно. Самые основные фишки назвали уже или будут сюрпризы, ради которых стоит прийти, немножко подождать и посмотреть своими глазами? Не хотелось бы раскрывать всех карт, всю интригу сводить на нет, будет очень много всего нового, необычного и интересного, ради которых однозначно стоит прийти. И, к слову, что в этом году выстроили всю механику тайминг мероприятия таким образом, чтобы не было необходимости коротать время, скажем так, вот именно прям коротать время с 18.30, там, допустим, до 21.00, ожидая самой активной и интересной части. В течение всего времени будет представлено очень много развлечений, активностей, сюрпризов для посетителей, для гостей мероприятия. Будет подготовлено несколько площадок специально больших масштабных, на которых будет представлено, скажем так, скомпилированное развлечение и для детей. Будет огромное количество творческих разнообразных площадок, для которых будет представлено развлечение для более старшего поколения. То есть, в течение всего мероприятия каждый горожанин, каждый гость Рязани, все посетители, зрители Подбелка 2014 найдут что-то себе по душе, найдут что-то, что их заинтересует и подарят им еще немного хорошего такого настроя, хорошего позитивных эмоций. Ну, для того, чтобы проверить все, что вы сказали, остается подождать совсем немного. Ну что, друзья, это была программа подробностей. Встретимся на Подбелке. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!